У нашему Один из тех людей, которые часто делают на тебя, на артистов пародии Вот, глядя на такого человека, что бы тебе хотелось бы сказать, во-первых? Ну, я просто знаю, что мы с мамой и с папой смотрим тебя каждый Новый год из Норвегии Я вас очень хорошо знаю, и это большая честь сидеть с вами, с тобой Можно с тобой говорить? В Норвегии вообще все на ты Да нормально, тем более он не на много, он всего лишь на 73 года тебе старше Возраст вообще ерунда Квартал называется, да, Квартал? Но Саша тоже следит очень за Евровидением, он фанат У нас была финальная песня один раз, я ненавижу эту песню Я думаю, ты очень любишь, не потому что она очень хорошая Просто много Нет, я плохо танцую, ну так, мне это очень сложно дается А мы ее репетировали, это катастрофа, Паша, я тебе честно Если бы было видео и посмотреть, я все равно натворил таких дел Ты знаешь, я понял, что ты плохо танцуешь и тебя не показал здесь Вот это вот было Этого я не видел Не видел, я же тебе воню Мама бы так обрадовалась, но потом А ты вот тут, Каташ, скажи, после Евровидения, знаешь как, есть ли жизнь после Евровидения? Евровидения, какая она, насколько она изменилась? Вот уже прошло хороших три года, да? Уже даже три с половиной после того, как ты выиграл Вот скажи, вот этот хвост Евровидения, он сейчас, вот на данный момент тебе помогает? Или уже немножечко вот тут? Не, он, конечно, помогает Я же хочу продолжать мою карьеру И сейчас уже начинаю, уже почти уже научился русскому говорить Спасибо Сейчас, ну, больше и больше стран Сейчас приглашают меня в Германию, во Францию, здесь у вас Я просто сразу понял, что вот это будет пик моей карьеры Что это 140 миллионов людей сразу смотрят Я сразу сам себе сказал, что, что я буду, что я буду стремиться, чтобы качество было лучше и лучше Но я понял сразу, что масштаб не будет больше, но это же самое важное Ну, ладно, там 138 будут смотреть, какая разница? Меньше, но, зато останется Самое главное, что качество на сцене А скажи, ты когда, после того, как выиграл Евровидение, да? Ну, президент Беларуси, ходят слухи с тобой, общался, тебя поздравлял, да? И его сын мне подарил много-много подарков Там национальный костюм, национальное оружие И мне очень-очень понравилось Мне что-то тачку нормальную подарить, нет, на тебе национальную А тебе президент А знаешь национальное же оружие? Картошка просто Саша, ну вот сейчас, сейчас у Саши, вот насколько мне стало известно, есть некая проблема Вот, может, ты как опытный поможешь решить У Саши завелась где-то какая-то абсолютно ненормальная поклонница Которая его штурмует, атакует уже чуть ли не два года, да? Не где-то в Израиле Где-то в Израиле Там много нездоровых поклонниц Пока что только одна Сколько она уже тебя, как это правильно сказать, домогается? Ну, три с половиной года Звонит мне 60-70 раз А что она говорит? Она просто звонит и восхищается тобой? Или она говорит, что она тебя хочет? Нет, так я Она хочет этого Дышит струбку, как секси по телефону Паша, ну это же еврейская женщина Говорит, Саша кушал или нет? А он еще спит? Ему нельзя, он больной человек Нет, так я вообще пробую жене отвечать ей Слушай, ну вот последняя песня, которую ты написал Лучше песню написал, да Да, которую, я так понимаю, ты даже сегодня нам презентуешь Она посвящена этому поводу Значит, выведите строчки песни на экран Сейчас нам Саша Пекалов переведет Я убью тебя, девушка Не, она ступит Я понимаю По сути, да Поверь мне, когда я говорю, что ты дура Ты мне до смерти пугаешь Это ужасно Почему ты не оставишь меня в покое? Просто оставь меня в покое Представляете, как довести надо было? Самое главное в рифму А как ее зовут? Ты признаешь? Не скажу, что ты Это самая такая тайна Потому что если я скажу, то уже будет плохо с моей стороны А я хочу просто что-то позитивное сделать из этой ситуации Я думал, что или позвонить в полицию, или написать песню Слышишь? Ничего себе Ты решил пойти позитивным путем написать песню, да? Да Встречайте, наши специальные гости из Израиля Не надо Нормально, нормально Ну а дальше, твой стиль сейчас Ты можешь как-то охарактеризовать свой музыкальный стиль Которым ты работаешь? Ну, сейчас, например Это песня хулиганства А так обычно я Я не могу сказать, что это обычные Какие у меня композиции Потому что в Норвегии я норвежскую музыку пишу В Швеции шведскую Здесь я пробую больше такую танцевальную Потому что я пробую смотреть формат Какой в разных Я в первую очередь, я композитор А во вторую очередь, я уже артист и скрипач Но автор слов не ты, тебе пишут, да? Автор мне помогает Ну, вот, например, вот эти слова Ты сам писал в этой песне? Про эту фанатку? Нет, нет, нет Это мой фан-клуб очень хорошая девушка Вон сидит Я понял, у тебя Я понял Я все понял, Саш, по какому принципу ты работаешь Клин-клином вышибает Одна фанатка пишет другой фанатке, что она дура А Саша поет Нормалё Вот именно Хорошая система Слушай, расскажи нам какой-нибудь норвежский анекдот О, не надо А ты сначала расскажи украинский, а тогда подумаю Переведу, да? Да Сейчас, чтоб тебе рассказать такого Раз же трудно? Ну, конечно, потому что всё пошлое лезет Такое медленное телевидение О, у меня есть один друг хороший У него столько шуток Да Но он не пришёл Наконец-то, да Чего он не пришёл? А с чего больше всего норвежцы смеются? С чего больше всего норвежцы смеются? С шведской рыбой С политикой вы смеётесь? Ну, нет, мы Мы над разными культурами очень так смеёмся Я наоборот пробую уже всех научиться, что мы должны учиться друг другу, а не смеяться над друг другом А вот над какими культурами? Вы над шведами издеваетесь? Ну, да, часто Да? У меня, слушай, у меня было Вот ты сейчас скажи мне, правда Я узнал одну такую интересную историю Значит, в Норвегии шведы работают неграми Шведы норв... что? Сейчас скажу Шведы работают... Ну, неграми некрасиво все Да Работают как чернорабочими, да? Ну, ну То есть они вот на ресепшене все кругом работают шведы То есть шведы специально из Швеции, где тоже зарабатывают ой-ой-ой Едут в Норвегию, чтобы хорошо там заработать Потом к себе возвращаются на уикенд и гуляют в Швеции Это правда? Да, ты больше знаешь про норвегию, чем я знаю про... Так я там был 10 дней Представителем Азербайджана Работал тогда на Азербайджан А откуда такие норвежцы обеспечены, скажи? Ну, у нас вот нефть Угу Есть такое слово? Есть слово, мимо Значит, есть Да, а у нас есть только слово нефть А? И все У нас слово такое есть, а нефти нет Зато у вас все гораздо лучше выглядят здесь Чем в Дорвегии Девушки Да, это правда Даже я... Я даже лучше выгляжу здесь Меня здесь так загримировали Я посмотрел в зеркало, таким хорошим стал Я знаешь, чему был Саша удивлен, когда был в острове? Когда я зашел в ресторан, и значит, обычная куриная грудинка, гриль, ну, самая обычная, примитивная, стоит два раза дороже, чем норвежский лосось Ну, значит, не надо в Норвегию ехать Это наоборот, норвежский лосось Это у нас, у нас норвежский лосось зайдешь в ресторан, в десять раз дороже будет стоить, чем... А, так что здесь дороже лосось, чем в Норвегии? Конечно Он все равно дешевле ест Ну, значит, в Норвегии нужно ехать Тебе как рыбаку нужно знать это А какая у тебя любимая рыба, Саш? ы? Любимая рыба? Локс Мне тоже нравится, это что такое? Курица, грудинка Нет, как это называется, Лось, лосось Лосось Лось — это другая рыба, она в других водоемах Так, ну... Она с рогами, это животная лось, похоже слово Нет, но есть лось, а есть лос... ну, водяной лось — это лосось Потому что есть, как это называется, морской конь? Нет, как-то это морщ... У вас такого нет? Морской конек есть. Морской конек, видишь? И морской лось, это лосось. Понял. У нас килька. Слушай, Саша, ты... У нас килька, да. Саша, ты вот сейчас, знаешь, тут некоторые сейчас пользуются и улыбаются тем, что ты некоторые слова на русском не знаешь. А ты можешь сейчас, глядя, например, на меня или на Сажу, сказать все, что ты о нас думаешь на норвежском? Вот так вот. Вот возьми и наедь на меня по-норвежски. А зачем? Ну, такая у вас странная культура, что вы хотите, чтобы все на вас наезжали. А мы терпим, да? А мы терпим. Мы терпеливая нация, понимаешь? Мы скукаем зубы и терпим. Ну, скажи мне что-нибудь такое вот. А что это было? Что тебя так же хорошо загримировали, как меня. Ты красивый. А было слово блик, слышишь? Блик. Блик. Да. Да. А скажи, Саша, что-нибудь, что тебе... Не, ну сейчас уже ваша очередь. Сейчас это твоя очередь. Ты что, меня не гримировали? Ты сейчас мне что-нибудь по-украински скажи, а то как-то... Хорошая? Не обязательно. А что это за передача у нас такая, где мужики хвалят мужиков? Мы где выходим? Слушай, я недавно прочитал интересную информацию. Значит, у тебя в райдере... Знаешь, что у него в райдере значится? Кроме всего прочего. Он не знал, что у него есть райдер. У него есть райдер. У него есть райдер. Я думал, палат может быть голодным, а тут райдер. Сейчас, подожди. Там что-то значится о том, что у тебя ужин должен сопровождаться ароматическими свечами. Это правда? Или это какой-то прикол интернетовский? Нет, это... Не-не-не, что-то это. Я такой частный райдер сам себе устраиваю иногда. То есть это просто выдумка, да? Это уже журналисты что-то выдумывают? Да. А кто придумал? Ты придумал? Нет-нет-нет. А у вас есть какой-то райдер особенный за ваши многие годы уже? Что у вас? Кроме автобуса. Ты знаешь, у Шнура из Ленинграда как-то был райдер очень смешно. Там бухло и хавчик. У нас немножко больше. Есть райдер, конечно. Бухло и хавчик за пивом. И поспать. А я помню, в 2009 году я был на фестивале в Беларуси, и там устроили вообще большой пресс-конференц. Именно о том, что были какие-то сплетни про райдер, что у меня такой вообще сумасшедший райдер, что тысяча кока-колы, много водки. И я вообще даже не знаю, я же уверен был, что это вот эта сплошная чушь. И думал, что... И пробовал на ломаном русском там что-то сказать, что я райдер нет. И что... Райдер нет, водка, да? Да. Райдер нет, да? И вот два часа после этого пресс-конференции, после пресс-конференции, когда я пробовал всем доказать, что я совсем нормальный человек, так после этого я прихожу в гримёрку мою, там сидит мой ансамбль и мои танцоры с водкой, с вином, и всё это они заказали все себе. Всё-таки давай докажем, что ты рыбак. Да? Да. Поэтому я хоть... Ну, кто ходит на рыбалку один? Никто не ходит. Поэтому у тебя есть хорошее компонент. А что, у вас здесь озеро или что? У нас будет сейчас озеро. Я сейчас приглашаю вас двоих на импровизированную рыбалку. Встречайте. Два Саши идут на рыбалку. Итак, ребят, смотрите, история следующая. Значит, вы сидите на рыбалочке, ловите рыбу. Первый раз в истории рыба будет задавать вопрос. То есть вы поймали рыбу, но сзади рыбы есть вопрос. Ну и вы на него отвечаете. Понимаю. Да? Кто первый начнёт? Ну, наверное, всё-таки и рыбак должен начать. Логично, правда? А ты что, магнит, что ли? А ты, нет, ты откручивай её, ты откручивай там. А? Вот этой штучкой. Ну? Во, в Норвегии рыбу не ловят. Нет, я ловлю. В обратную сторону. Сорвалась. Не, нормально. А что, там магнит? Да, там магнит. Ой, сейчас мама будет так гордиться мной. О, вытягивай. Смотри. Ну вот, ладно. Читай вопрос. Давай. Каким был твой самый весёлый концерт? И, я не знаю, сейчас у меня, например, очень-очень сейчас у меня хорошие воспоминания о концерте в Норвегии после Евровидения в Азербайджане. Тоже приготовлюсь, да? После Азербайджана, где опять было 120 миллионов людей смотрели меня, да? Сразу после этого я полетел в Норвегию и играл классический концерт для 150 людей. Это даже ещё, ещё важнее было для меня. Так что самое главное качество на сцене. Давай. Хорошо. Я зеленуху, Пашка. А? Зеленуху попробую подцепить. Ну я понимаю, слово зелень, этот корень преследует тебя. А нет. Возьмаем. Ой. Самая шокирующая выходка поклонников. Ну, Саша свою нам рассказал, собственно. А у тебя были такие? У нас как-то всё очень спокойно проходит. Кто-то ответит на вопрос моего коллеги. Давай, давай. У меня было два смешных концерта. Про один расскажу. Мы как-то забыли. Второй покажу. Всем кварталом забыли брюки. Это действительно так. И самое смешное, что мы приехали, когда был фестиваль в Крыму, не мюзик-фест, а юмористический какой-то. И мы приехали, у нас было три дня. А приехали мы из-за одного номера. И мы два дня так отдыхали, а потом начали переодеваться. У нас только верхняя часть. В этом полквартала бегала по Ялте и сшибала штаны. Это правда. Это хорошо, что вы не на сцене это обнаружили. Нет. Да, но это перед сценой. Вот-вот. Обалдеть. Всё повезло. В чужих штанах отработали. Нормально. Ну ладно, а как вы на юзика нашли? А юзика? Он не вышел. Я понимаю, такого найти ещё нужно. Так, кто ловит дальше? Ну кто? Саш, давай. Так что ты стал переодеваться и сразу и свои штаны потерял, и... Не было вообще. Мы забыли. Киле приехали в Ялте. Приехали тоже без штанов? Бе штанов приехали. В шортах. А, ну так шорты, шорты. Саш, у тебя это ещё впереди. У них опыта побольше. Давай, следующая рыба. Как ты ругаешься, когда очень расстроен? Когда я расстроен, так я не ругаюсь. Не ругаешься, да? Когда я сержусь, так ругаюсь, да. Да, ну вот допустим, ты сердишься сейчас. Ну, как сказать? Очень милый, да? Нет, так нормально. Главное, убедительно. Мы возьмём себя на вооружение. Нет, я лучше бью по стенкам, чтобы не... А с виду и не скажешь, что такой приличный паренек, да? Ну да. Так, по стенкам. Так. Давай дальше. Кнопки в лифте не палишь, Саш? А? Кнопки в лифте не палишь? В лифте? Да. Кнопки? Кнопки. Не надо такие украинские вещи говорить. Да, это очень украинские вещи. Ты прав. Это когда в лифте есть кнопки, зажигают спички и начинают их подпаливать. У нас такого нет. Ну, скучно. Просто у нас пока с первого до третий этаж доедешь, полжизни пройдёт. Надо чем-то заняться. Что ты поймался? У меня весёлый вопрос, сколько стоит лосось в Норвегии? Я... А я знаю. Ну? Можешь обратиться к коллеге. Ну, Пашка же сказал. Ну, да, недорого. Дешевле грудинки, правильно? Да. Ну, всё. Видишь, я же не даром специальные подсказки. Надо внимательно слушать. Как ты думаешь, качество лучше здесь или в Норвегии? А чё думать? У нас, конечно. Да. Может быть, и трасс. Саш, твоя рыба, сли там две осталось ещё. Давай. Давай. Так. Сорвалось, но... Сейчас. Не надо. Это самая такая золотая. А, нет. Вот золотая. Какая была самая злая сплетня тебе в жёлтой прессе? Ну, здесь у вас жёлтая пресса вообще-то не самая злая. Не самая жёлтая? Нет, нет, нет. Нет, да. В Норвегии вообще у нас там она оранжевая. Понимаешь, что там... Я помню... Сказал бы ты это в 2004 году, тебя бы не поняли. Я сейчас тебя не понимаю. Там... У меня был концерт, и там большая толпа была, и им хотелось автографы, там... Ну, как это называется? Фотограф, автограф. И... И там... Самые плохие там были, это те, которые с камерами, с камерой кулаками дрались, и там дети стали плакать, да. И потом они написали, что я уехал от... Как это называется? От плачущих детей. Боже, прям такое тебе сделали, что ты обидел плачущих детей? Да, сначала они устраивают что-то такое, а потом они всё на меня это валят. Да, так что не так у нас всё плохо, чем в Украине, друзья. Так что у вас такая хорошая жёлтая пресса, что я... Что я сам... Забирай всю. Забирай и... Да. Могу быть. Саш, я думаю, тебе придётся руками это взять. Не-не-не. Ладно. За какие деньги ушёл бы от Зеленского? Недаром она срывалась. Вопрос к колобку, да? А что, если я получил этот вопрос? А? А что, если бы я получил? Ну, нам было бы интересно услышать от тебя версию. Зеленский это... Руководитель. Лукашенко у... У Саши. Президент его организации. Правильно я сказал? Конечно. Вот. Ну, вы согласны. Это же покажут. Ни за какие деньги я никуда бы не усыплю. Представляешь, как запуганно держит Володя вас, да? А можно эту рыбу с собой возьмать? Можно. На память. Аплодисменты. Александр Рыбак и Александр Пикалов. Сегодня в программе «Паша. Вечер. Звезды» Александр Рыбак представляет примеру новой песни «Ты достала меня». Ваши аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует... Тогда и началась безумная игра Сказали мне глаза, твои глаза Мне деньги вновь звалишь и не даешь прохода Вкупи загнала нас без выхода и фото Идти через моря, чтобы достать меня Я не могу понять, дай просто мне дышать Поверь, когда ты чувствуешь, что я не твой Ты тоже не пугаешь, что с тобой Ты тогда знала меня, знала меня Прошу уйти навсегда В который раз мою остановись Найди другую жертву, растворись Ты тогда знала меня, знала меня Прошу уйти навсегда Родители моим ты не даешь покоя И девушка моя уж больше не со мною Я так устал твердить, со мной тебе не быть Ты отражаешь жизнь, но почему скажи Поверь, когда ты чувствуешь, что я не твой И тоже не пугаешь, что с тобой Ты тогда знала меня, знала меня Прошу уйти навсегда В который раз мою остановись Найди другую жертву, распарись Ты тогда знала меня, ты знала меня Прошу уйти навсегда Поверь, когда ты чувствуешь, что я не твой Ты тоже не пугаешь, что с тобой Ты тогда знала меня, знала меня Прошу уйти навсегда В который раз мою остановись Найди другую жертву, растворись Ты тогда знала меня, ты знала меня Прошу уйти навсегда Браво! Александр Рыбак в программе «Паша вечер звезды» Спасибо огромное! Встретимся ровно через неделю на канале К1 Пока! Спасибо!